Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова. И прямо сейчас расскажем о самых важных событиях на сегодня. Сегодня первый день голосования на выборы в Госдуму России и парламент региона. Свой голос отдал евреуглавы Дагестана Сергей Мельков. В Дагестане развивается метаболическая хирургия. С мастер-классом республику посетил известный хирург из Воронежа Владимир Самойлов. Также в нашем выпуске сюжет о том, как отметили в республике День единства народов Дагестана. В республике стартовали выборы. С 8 часов утра в регионе открылось 1926 избирательных участков. Голосование проходит на выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Народного Собрания и муниципалитетов республики. Голосование продлится три дня. Свой выбор уже сделал и глава региона. Свой голос Сергей Мельков отдал на избирательном участке в здании юридического факультета ДГУ. В связи с началом выборов накануне в администрации Махачкалы обсудили подготовку избирательных участков. Структурным подразделениям столичной мэрии было поручено проверить территории, прилегающие к пунктам голосования. Основной условий надо делать, чтобы эти дни не было отключений, особенно не было отключений, чтобы все плановые работы исключить. Кроме того, приняты меры и по санитарной обработке контактных поверхностей и помещений. В частности, дезобработку провели в лице номер 3, в гимназиях 13, 33 и в средней школе номер 18, а также на участке, находящемся в одном из корпусов Дагестанского государственного университета. Отмечу, что выборы будут идти три дня – с 17 по 19 сентября включительно. В Дагестане около 4 тысяч общественных наблюдателей приступили к контролю за частотой выборов. Прозрачность голосования обеспечивает мониторинг, организованный региональным общественным штабом по наблюдению за выборами депутатов. Как отметил руководитель общественного штаба Буниамин Магомедов, работа идет в слаженном режиме. На участках в ряде регионов наблюдается активность населения уже с открытия. Напомню, что отдать свой голос дагестанцы смогут в течение трех дней. Решение о трехдневном голосовании было принято Центральной избирательной комиссией с целью снижения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекции. Борьба с ожирением. В Дагестане развивается метаболическая хирургия. В эти дни в третьей городской больнице Махачкалы мастер-класс проводит известный хирург из Воронежа. Подробности в сюжете Хамзан Румагомедова. Сейчас здесь специалист из Воронежа вместе с дагестанскими коллегами выполняет сложную операцию. Она поможет значительно снизить вес, устранить сахарный диабет и улучшить качество жизни пациента. Владимир Самойлов вот уже 15 лет занимается метаболической хирургией. Его пригласило руководство третьей городской больницы для проведения здесь сложных операций. Сегодня запланированы две операции. Первая операция – это шунтирование желудка. Это комбинированная операция, сложная операция, направленная на то, чтобы человек потерял большую часть лишнего веса, стойко потерял, чтобы результат был постоянный, практически без возврата. Эта операция очень хорошо воздействует на лечение сопутствующих ожирений и заболеваний, в частности, сахарного диабета второго типа. На мастер-классе присутствуют дагестанские хирурги. Операция длится в среднем до двух часов. Хирург Самойлов делится знаниями и многолетним опытом. В нашем регионе это достаточно новое направление. Мы имеем определенный опыт выполнения этих вмешательств. Мы их выполняем в этой клинике, однако увидеть, как это делает эксперт, который имеет за плечами более тысячи подобных операций, это стоит многого. Такое сотрудничество поможет дагестанским врачам проводить операции на более высоком уровне, отмечают эксперты. И в частности, здесь, в третьей городской больнице, есть для этого все условия. Эта больница готова к выполнению таких операций, и это хорошо. Именно такого плана операции должны делаться в тех лечебных учреждениях, которые на 100% оснащены и персоналом, и техникой, и оборудованием для выполнения этих сложных операций. Я очень рад, что действительно здесь так много хирургов, которые способны выполнять такие красивые операции правильно, надежно и хорошо. Обмен опыта между дагестанскими и российскими специалистами продолжится. И для выполнения сложных метаболических операций не придется выезжать в другие регионы. Праздничные скачки накануне на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» прошли забеги на конях. Масштабное мероприятие было посвящено Дню Единства Народов Дагестана о победителях, и не только в сюжете Карима Даниева. На ипподроме конно-спортивного комплекса «Зебра» сегодня ажиотаж. На скачке в Махачкалу съехались наездники со всего Дагестана. Это масштабное праздничное соревнование стало уже ежегодной традицией. Дня Единства Народа Дагестана. Очень много гостей. В каждом забеге участвуют более 10 лошадей. Призы, кубки, медали. Весь Дагестан сегодня здесь. Всего в соревновании участвовали почти 80 наездников. Было проведено 6 заездов на спринтерские, средние, классические и длинные дистанции. Соревнования прошли в рамках празднования Дня Единства Народов Дагестана. Победителям и призерам вручили памятные подарки и денежные премии. Карим Даниев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сборная Дагестана по грэплингу заняла первое общекомандное место на Кубке России, прошедшем в Нарафа-Минске. Наша команда первенствовала в двух разделах – в кимоно и без кимоно. В общей сложности из 16 возможных золотых наград воспитанники республиканских спортшкол выиграли 12. Чемпионы во всех весовых категориях будут отстаивать честь страны на чемпионате мира, который пройдет с 28 по 31 октября в Белграде. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.